Теперь, дети, смотри востока, Господи, слава Тебе! А мне ложку? А как же мне ложку? Кому ложки не хватило? Поднимите ручки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Надя, у тебя есть ложка? А я у меня есть. Семь. Возьми я за ложками. А у меня за ложками. Тихо. Молимся за стол. В пользу. Господи, 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 Гристе, Боже наш, посияй мир и свет разума. Мне под звездом служащий звездою уча, к Тебе кланитеся солнцу правды, И Тебе ведите с высоты Востока, Господи, слава Тебе! Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, просим, благослови эту трапезу. Ты позволил нам дожить до дня Твоего рождения от Преснодевы Марии, слава Тебе. Приводи с нами и мысли наши направи к горнему, не пройди нищих сиротов одиноких, которые не имеют и хлеба насущного, укажи нам на них, чтобы мы были щедры на отдачу. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У нас, видите, один стол мы не разбираем, поэтому люди не вмещаются. Отдаем предпочтение, то, что лежит в книге. Когда вносили туда, роняют, теряют, дарят и решили не трогать. Две очереди пообедают. У нас тоже в лагере, когда много детей, мы в две очереди. В первую очередь всегда, чтобы были братья. Братья все должны в первую очередь пройти. Мы не знаем, что потребуется. Второе. В первую очередь всегда старайтесь посадить гостей. Я, может, в следующем уже с вами не буду здесь. Вы просто содержите это в порядке вещей, это так и необходимо. Что у нас за столом? Все, что Господь произвел и дал на радость людям. Но по сегодняшнему времени мы уже договорились, чтобы здесь никогда не была колбаса. Я, кажется, не пойму, что там кладут. Опять принесли. Я раза три выкидывал там сегодня уже. Нету, нету, нету. Почему? Потому что она готовится с кровью. Это уже не надо доказывать даже. Убивает электрическим током. Это не кошерная пища. Почему? Запрет. Первый апостольский собор уже говорил, говорит, воздержит от блуда крови. Прямо говорит, чего? Крови. И поэтому в соборном установлении установили, что если ты ловишь рябчик и в петлю попала, задавилась птица, есть нельзя. Звероядина запрещена канонами. Кто любит колбасу без примеси свинины, купите мясо. Узнайте, как готовится. Специалисты у нас есть такие, даже технолог работают по этому. Надежда Андреевна. И узнайте, и делайте тогда. И скажите, готовили дома, готовили из мяса, которое правильно было заколота скотина. Необходимо смотреть. Целые нации за этим смотрят, у русских не понимают ничего. Почему нас называют свиноеды? Нам нравится это? Это вредно. В прошлый раз даже свинину затащили в холодильник. Выкинули сразу собакам. Значит, об этом договорились. Не то, что обиды какой-то. Вы себе наносите рану. Вы болеете все. А я не болею. Что доказывать-то? Люди не любят, когда я это говорю. Второе. Мы договорились, чтобы конфет не было. Вот сейчас некоторые начинают рассуждать. Вот даже этот самый Стернигов, Ерман Львович. Я, говорит, долго задумался, почему так. Продают пасту зубную. И все так к стоматологической промышленности относится. Сегодня исследовали, что туда специально добавляют вещества, которые разъедают верхний слой. И чем больше исчезли, тем быстрее теряете зубы. Я маму спрашиваю, а как вы исчезли? Она говорит, зола деревянная. Из печки брали, натирали, попрямо в рот и выплеснули. Все. У меня бабушка 96 лет, и зубы целые. Значит, договорились. Тебе не нужны твои зубы? Дома ешь ты в прикуску конфетку шоколадами. Сюда не носите. Вы же ничего особенного не требуем. Спиртного у нас не бывает ни грамма. В этот порядок содержите. Сегодня я еще за этим наблюдаю, а завтра, может быть, другой будет стоять. В духе кротости, терпения. Было время, когда мы сильно не наставили. Сейчас определенно говорю, чтобы даже не оскверняли сами себя. В первую очередь, сами себя. Так, за столом сидеть. Примерно три правила всего. Первое. Желательно не разговаривать за столом о пустяках. Если разговаривать, можно о пище и о делах божественных. Это житие святого Нифонта. Прямо, когда он увидел, едят нищие, ему показано, был нищий. Никто больше не видит, кроме нищих, никого. Он видит светлые юноши благообразные. Им прислуживает. И он попросил, как ездить. А что это такое? Это, говорит, когда люди едят с благоговением и в молчании, ангелы прислуживают. А когда творят смех и кощуны, ну, анекдоты, там что-то за столом, дьявол ссевает свою отраву, и вы болеете. Почему, говорит, многие больные немало умирают? А это не только от того, что недостойно причащается, недостойно живет человек. Скажи, говорит, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Не вовремя же поздравлять ей. Придется сказать. Говори. Да, спаси Христос, да, аллилуйя. И вас также. Аллилуйя. Поздравляю всех вас. Новый человек появился и понимает, как мы уже все. Но еще пока не разрешено ему прийти. Это как вот Михаил Кормаев. Совершенно не встречается с нами, он уже рвался тоже. И живет здесь недалеко. Дальше. Над столом не склоняться. Смотрите, очень просто. Вот край стола, это стол называемый, а вот это не стол. Написано, не склоняйся. А почему нельзя склоняться? Василий Великий сказал, всякая скотина, скот, наклоняется к пище. И только человек подносит пищу к себе. Больше ничего не сказано. Хочешь быть скотиной, дома там ешь по-скотски. Все это и все по-скотски делается. И еще, не облокачивайся на стол. То есть дальше кистей, руки на стол не ложишь. Почему Серахов говорит? Стыдись облокачивания на стол. Отсюда вывод бесстыдства. Не стыдиться? У меня дети к этому примещаются в течение одного дня. Которые никогда этого не слышали. Почему? Я им показал ложку. Смотрите внимательно. Получишь полбу. Я за 40 лет в лагере ни одного ребенка не ударил. Но они все научились. А чтобы показать, как больно бить, я так повернулся в себя, чтобы зазвенело. И он сидит, а если наклоняется, я в следующий раз садись рядом, чтобы ложкой достать тебя. Он совершенно сконцентрировался на этом. Повторяю, за 40 лет существования в лагере ни одного не ударил. Но в уставку внес, будешь получать ложкой. Я чего только не придумал, чтобы не облокачиваться на стол. Не облокачиваться. И на стол он не склоняться. В чашку сколько накладываешь, сам или дадут. Пока я не ел, ты скажешь, мне много, отложите. Но если начал кусочек закусил, съешь и до конца и залежи. Почему? Пища освещенная, скотины нет. Я это один раз услышал. Первый год, когда я обратился, за стенкой сказала хозяйка приезжему. Не хозяйка, а приезжая сказала хозяйке. Она говорит, ну не дает, мы вроде птицам отдадим. Я понял, это 50 лет я сохранил. Тысячу людей этому учил. Нужно будет добавки попросить. Благоговейно ешься. И так называемый Ян Амос Каменский, отец мировой педагогики, он сказал, за столом веди себя, как перед алтарем. Благоговейно. Со вниманием. Мы в молитве упоминаем о нашем шреве, просим хлеба. А у нас разве это хлеб только? Посмотрите, сколько разных вариаций пампушек все это из этого хлеба. Мы не ростим. Это кормит нас барабаш, Игорь. Это кормит нас Женя Долгов. Притом чистый хлеб, без всяких удобрений они издают. А нам-то что тут дают, где покупаем? Этих людей надо всегда в молитве нести. Я оттоплю печь, уголь. Шахтеры погибают, а я беру уголь. Положу, он часа три горит. Да как они бедные там страдают, света не видят, не дышат. Нужно помнить всех, кто как-то потрудился, чтобы нам было хорошо. Написано для довольства и удовольствия. Я говорю не о Рождестве Христовом. Тут мы уже все знаем. За столом. Чтобы я никогда не подходил, не говорил. Я говорю сегодня так свободно, потому что батюшки нет. Он не любит, когда я говорю. Вот на эту тему. И поэтому у него гости приезжают. Не стыжусь сказать. Они садятся прямо, когда увидят, что я зашел в избу. У нас за стол не сядет ребенок, пока до кистей руки не закрыты. Как бы он ни бегал. Девочки должны в платочках быть. Все. Кто был в лагере, тело тот знает. И они выросли, эти дети сейчас. Через интернет уже приходят-то. И все это вспоминают. Это всегда нам сгодится. Во славу Божию. Продолжение следует...